Добрый день, друзья! С вами Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Уходящий 2022 год не расставил точки над «и» в ключевых вопросах мировой политики и мирного урегулирования на Южном Кавказе, оставив после себя многозначительное многоточие. Итоги у всех получились разные. У кого-то со знаком «плюс», у кого-то со знаком «минус». В течение года мы много говорили о мирном процессе на Южном Кавказе, отслеживали его зигзаги и перипетии, где тоже все было очень неровно и нервно. При этом мы анализировали динамику российско-азербайджанских отношений. И вот сегодня на излете года давайте мы с вами назовем главное системообразующее событие в отношениях Москвы и Баку, которое предопределило их развитие на протяжении последних месяцев и может считаться их общим активом, записанным в плюс. Этим событием, конечно же, стало подписанное в Москве в феврале, но так уж совпало. Во время начала российской спецоперации на Украине декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, повысившая статус их отношений до качественно нового уровня. В практическом плане декларация предполагает возможность оказания военной помощи, развития военно-технического сотрудничества, а также обещание воздерживаться от любой экономической деятельности, наносящей прямой или косвенный ущерб интересам другой страны. До этого года много говорили о том, что вот стратегический союзник России в Закавказе это Армения, а Азербайджан не союзник, а стратегический партнер. И вот теперь, друзья, у Москвы есть в регионе уже не один, а два союзника. В новых реалиях 21 века новый союз Москвы и Баку стал возможным благодаря тому, что внутри содружества независимых государств Россия и Азербайджан сегодня являются носителями не центробежных, а центростремительных сил. Они понимают всю важность сохранения и развития постсоветской евразийской интеграции на постсоветском пространстве и более полного раскрытия потенциала двусторонних связей. Вот вы обратите внимание на то, что после подписания в Москве декларации о союзническом взаимодействии в Баку летит высокопоставленная российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Летит она на 11-й Азербайджано-российский межрегиональный форум. Вот на форуме речь шла о том, как наращивая традиционное взаимодействие, при этом перейти к выстраиванию единого экономического пространства за счет развития транспортных коридоров и производственной кооперации. Российские губернаторы и главы исполнительной власти азербайджанских городов обсуждали совместные проекты, проекты как инвестиционного, так и культурного характера. И Михаил Мишустин говорил о том, что в условиях введенных против России западных санкций необходимо, как он сказал, искать новые форматы кооперации. Ну в частности речь идет о развитии транспортно-логистической инфраструктуры, прежде всего, железнодорожной, автомобильной и морской в рамках международного коридора север-юг. Все эти события, все эти договоренности стали, конечно же, для Москвы и Баку важным активом уходящего года. Однако, давайте скажем это прямо, бесспорным разочарованием, огромным минусом стал резкий откат в армяно-азербайджанском улегурировании, в полном мере проявившийся именно под занавес года во время перекрытия Лачинского коридора и связанных с этим вот этих всех страстей и эмоций. Активные попытки всеми мыслимыми, немыслимыми путями расчесать, казалось бы, навсегда закрытую для Баку тему статуса Карабаха. Оживить мертвые структуры, вроде Минской группы АБСЕ, попытки размыть трехсторонние договоренности ноября 2020 года, попытки расширить круг международных посредников, ведущих свои игры, увы, сделали свое дело. И в ходе неформального саммита лидеров СНГ, состоявшегося в конце года в Санкт-Петербурге, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, как заметили очевидцы, не только не общались, но и даже не смотрели друг на друга. Вот, судя по всему, говорить в этот момент у них не было желания. Вот такой, друзья, получился обескураживающий финал для армян-азербайджанского регулирования, увы, перечеркнувший надежды на то, что 2022 год войдет в историю как год подписания мирного договора между Баку и Ереваном. При этом под занавес года тема Карабаха раскачала российско-армянские отношения, причем раскачала так, как не раскачивала никогда раньше. В год столетия СССР можно было бы вспомнить о том, какую роль в запуске процессов десинтеграции союза в свое время сыграло перестроечное движение Карабаха. И вот спустя, смотрите, более чем три десятилетия, Карабах раздора создал все более серьезные трения в отношениях Москвы со своим другим ключевым союзником в Закавказье, Арменией. В последние дни декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал провокационными утверждения секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна о давлении, якобы оказываемом на Ереван для присоединения к союзному государству России и Белоруссии. История эта выглядит так. Секретарь Совбез Армении прокомментировал слова посла Белоруссии в Армении о том, что в союзном государстве не хватает третьей страны. Посол Белоруссии не конкретизировал, какой именно страны, какой именно силы, но добавил, что братья армяне его поддержали. И вот в связи с этим Армен Григориан в ответ заявил, что союзное государство является полным нарушением суверенитета. Упомянув о заявлении белорусского посла о союзном государстве он отметил, что, цитирую, демократия и демократическая система Армении сопротивляется этому давлению. Конец цитаты. Кроме того, он сказал о том, что на Ереван оказывается какое-то давление и в военном плане. И также секретарь Совбеза Армении заявил, что давление, связанное с закрытием Лачинского коридора в Карабахе, обусловлено и требованием о предоставлении экстерриториального коридора через территорию Армении, связывающего Азербайджан с Нахичеванию. Ну, надо сказать, что Кремль отреагировал на этот выпад жестко. Да, жестко. Дмитрий Песков заявил, что подобные провокационные высказывания не соответствуют действительности. Вот что он сказал, цитирую, «Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого это не доводил до армянской стороны». Конец цитаты. В общем, друзья, если так подумать, уходящий год показал, что союзников у Москвы на Южном Кавказе не один, а два, но по своим устремлениям, по своему видению постсоветской интеграции и темы собственного суверенитета, эти союзники очень, очень разные. Прошедший год со всеми его плюсами и минусами выявил это в полной мере. Почувствуйте разницу. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч в новом году, друзья.